всем привет в одном из комментариев меня попросили не тратить время на благодарности всем тем кто смотрит вот это вот все но я не трачу время отныне я просто благодарю вас за то что вы здесь что вы это смотрите за то что материально поддерживаете канал и пишите комментарии это очень приятно а я хочу вспомнить пластинку вот эту замечательный альбом который безумно люблю я замечу что все те пластинки которые я показываю они есть у меня дома я ничего не приношу сюда специально это все мои полки все то что я слушаю довольно часто ну поскольку этого всего много то слушаю на самом деле не так уж и часто как какие-то конкретные вещи но это все любимое это все любимое много-много лет grateful dead wake of the flat называется альбом 1973 год тяжелый винил вы скажете ха-ха-ха тяжелый винил знаем знаем новоделы третье тысячелетие цифровая запись и все такое в общем дерьмо нет друзья мои эта пластинка выпущена в 1973 году в америке твердый картон и реально тяжелый винил настоящий просто такой вот не очень-то и гнущийся даже и тяжелый почему сейчас расскажу в 1973 году группа закончился контракт с warner brothers и группа не стала искать другой лейбл другую компанию поскольку команда была уже более чем известно вполне неплохо зарабатывала без конца играла концерты выпустил уже пять студийных альбомов и на протяжении трех лет после выпуска пятого альбома выпустила еще четыре концертных альбома которые очень хорошо продавались группу обожали обожают и будут обожать еще долго дэдхедов в мире очень много поклонников группы great will be но вот группа решила так же как и группа the beatles организовать собственный лейбл и заниматься не только записью собственных песен сочинением записью и продюсированием а и производством собственных пластинок и распространением этих пластинок то есть взяла на себя функции и продюсеров и производителей и дистрибьюторов что очень сложно и в основном это касается дистрибьюции потому что ну напечатать еще допустим можно пластинку до заводе где-нибудь под чутким руководством себя да а вот распространять это о это отдельная эпопея с этим сталкивались все практически кто пытался этим заниматься начиная от группы the beatles лейбл который под названием apple вы знаете приказал долго жить благополучно потому что это настолько сложно это отдельная профессия одно дело тебе играть в группе а другое дело тебе производить пластинки и продавать их это такой геморрой что мама не горюй профессионалы должны заниматься вот эти вот самые бюрократы от музыки которых я люблю ребята я люблю вас продавайте мои пластинки и пластинки всех моих друзей и всех хороших групп короче говоря группа выпустила вот этот альбом совершенно самостоятельно почему он тяжелый расскажу сейчас в 1973 году американская экономика вы не поверите никогда переживала экономический кризис с производством было не все очень хорошо это коснулось и производство пластинок и пластинки производились следующим образом где-то по моему 60 процентов состава виниловой пластинки было традиционным а 30 процентов остальные это были отходы сломанные старые пластмассовые всякие вещи которые собирались мусорщиками до сортировались шли в переработку и потом из них печатались пластинки ну не то чтобы из них но вот это вот вот этот хлам переработанным добавлялся в состав винила и пластинки были не очень хорошего качества это начиная с 72 73 года до этого американские пластинки блестяще просто у меня есть вот оригиналы там 60-х начало 70-х это просто это супер а потом как-то качество упало экономика кризис что поделось да и graceful dead решили исправить положение скажем мы сделаем настоящее и сделали вот эта тяжелая пластинка в толстом картоне с тяжелым собственно самим диском звучит потрясающе до сих пор вот и и ставишь этот альбом и одно сплошное наслаждение плюс к тому что и музыка здесь такая здесь никакого жужжание вот этого тяжелого барабанного ужасного нет здесь абсолютная прозрачность и медитативность пластинка очень медитативно вся от начала до конца это просто такой поток ну не даром она называется wake of the flat и вот этот самый поток он подхватывает и несет 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 хотя хотя это как бы вот если говорить о стилях что я ненавижу как вы знаете ну это как бы как бы кантри основа которая была отработана на альбомах american beauty и walker man's dead предыдущих двух которые очень хорошие очень хорошо продавались я них говорил в отдельных роликах посмотрите в плейлистах они есть но это кантри основа она только лишь основа формальная потому что очень сложная ритмическая структура везде во всех песнях очень сложная очень много инструментов но сама группа играет да и плюс еще десять человек заняты на записи этого альбома два саксофониста два трубача еще одна 12 струнная гитара хотя здесь два гитариста уэйра и гарсия прекрасно их казалось бы должно хватить но еще один гитарист бэк-вокалисты и какие-то еще инструменты таблы там не таблы перкуссия в общем 10 человек еще плюс создают плотность звучания этого альбома с одной стороны плотность а с другой стороны вот это вот этот поток это прозрачность этот звон перезвон гитар вэйра и гарсии чудесный электрический акустические гитары и электрические ну те кто помнит или слышал american beauty там доведено до совершенства вот это гитарное звучание безо всяких там наверх драйвов фузов кваков а чистый звук конечно подобработанный безусловно но такой просто бриллиантовый алмазное звучание и сложная ритмическая структура это не значит дерготня какая-то какая-то такая это просто это просто интересно просто идет как эта балладная основа как в песне например road road jimmy 3 номер на первой стороне кстати говоря я тут подглядываю другое место потому что облазка очень лаконично здесь нет здесь есть только название группы и чуть-чуть вот такой маленькое название альбома никаких списков песен сторон фамилии музыкантов ничего такого нет просто твердый картон и все и очень красивая картинка так вот на чем я остановился сложная ритмическая структура это просто очень интересно вот на балладной основе какие-то рисунки такие ритмические не выпирающие вперед а внутри вот этой баллады которая как бы катится сама собой но бас с барабанами играют чудесные совершенно неожиданные какие-то штуки которые не тормозят повествование музыкальное а только лишь его украшают и делают его интересным разнообразным и все время как-то вот так прислушиваешься как там барабанчики неожиданно какие-то около джазовые такие штуки ну около джазовость придал здесь господин гошо кей гошо его жена дом на гошу гошо или гоше я не знаю как правильно эти французские фамилии произносить господин гошо он клавишник он тяготил к джазу и поэтому привнес вот эти вот вот эту вот модальность я извиняюсь за выражение модальный джаз немножко странная смена странная смена аккордов гармонии вообще непредсказуемая странные мелодии но мелодии кстати говоря если говорить о модальность этой музыки они куда-то в сторону майлз и дэвиса и колтрейна куда-то уходит я имею ввиду вокальные даже мелодии потому что они так они так обыгрывают вот эти вот гармонические структуры которые с одной стороны просты там два аккорда начинается там то тот же самый роу джимми вокруг этих двух аккордов как майлз дэвис играл вот эту вот ладовую музыку 2 1 2 3 аккорда и все а вокруг просто космос музыки космос мелодии когда ты не знаешь куда заведет вот эта мелодия тебя это очень интересно здесь это все пропевается но опять-таки памяти правильно это не джаз какой-то вокализа какие-то сложные это конкретные песни с конкретными мелодиями но очень-очень затейливо придуманные миссиси миссисип и халп степ uptown to the loo первая вещь я безумно люблю она для меня является олицетворением музыки great full dead вот если никто не знает никто не слышал просто начните с первой песни и про great full это вы узнаете все сразу потому что это конкретная песня с конкретной гармонией которая неожиданно вдруг из минора переходит в разрешение мажорная в конце и поется уже совсем все другое а перед этим вот этот чудесный гитарный перезвон бриллиантовый и гитара гарсии играет на конкретной вот этой вещи импровизацию но не такую импровизацию как же импровизацию а обыгрывает просто вокальную мелодию безо всяких особенных этих жужжалок а чистый кристальный прекрасный звук и очень странные джаз около джазовые ходы кому-то это может показаться очень просто ну это совсем не просто вот миссинге блюз и ой следующий номер который написал горшок кстати вот этот самый около джазовый клавишник тоже как бы блюз но такой странный блюз вдруг саксофон появляется сияющим лучом прорезая все это удивительное полотно и как бы блюз на блюзом трудно назвать тоже два аккорда идут там 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 потом неожиданный какой-то риф уходящий вниз непредсказуемый когда он закончится непонятно в нем нет конкретики вот конкретной фразы которые подразумевают что он сейчас закончится раз заканчивается опять пошла песня который потом снова меняется снова все другое в общем вот такая история говорить об этом можно много стола блюл песня которая на всех концертах игралась группа играет full dead медленная прекрасная и конечно седьмой номер вы до репорт свита на 13 минут полотно как хотите называть и прогрессив рог перри прогрессив рог сложный рок несложный рок но там вам и тарантелло там вам и европейские какие-то сонатные наигрыши в начале прекрасные акустические гитары переливающиеся и блюзовые нотки и джазовые и чего там только нет а в целом все конкретно прекрасно и легко читаемо это очень хороший альбом я его всем советую от души и прогрессу дэк буду рассказывать 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 и рассказывать потому что по эта группа достойна того чтобы пойти за нее и немедленно выпить great full dead wake of the flat пока